Я тут выстрелила себе топ hair cut Шампунь для мистера кока Начинаю взбивать и просто танцую Прикрутим ресницы Причешу Чик-чик-чик И вуаля, готово Всем приветики, дорогие друзья Ой, что-то давно мы не виделись с вами Сегодня мы с вами будем разговоры вести О ежедневной моей рутине С учетом прихода отопительного сезона Сегодня говорим о волосах И о макияже О таком освежающем и о моей ежедневной укладке Очень много вопросов про мою новую стрижку И что изменилось в уходе И что изменилось в укладке Изменилось на самом деле все Потому что я тут выстрелила себе культовую стрижку 90-х под названием Лесенка В стиле Рэйчел Грин В сериале Друзья Смотрите Стрижка, которая в 90-х была топ hair cut Сегодня я много расскажу вам о керостас Потому что это линейка, которой я сейчас пользуюсь Я мою голову где-то раз в три дня И мне очень важно поддерживать Хорошее свежее состояние головы Поэтому мне необходимо очень хорошо Отмыть весь накопленный Сухой шампунь, лак, стайлинг, кожный жир Все это необходимо очень хорошо отмыть Чтобы волос был рассыпчатый и свежий Продукт, который я сейчас использую Как первое мытье Это прешампунь в керостас Это очень прикольная штука Похожа на шампунь для мистера кота Потому что он черный Это уголь в составе Который абсорбирует и очень хорошо очищает Он наносится на кожу головы На влажные волосы В качестве первого мытья Не знаю, сколько раз вы моете голову Я точно мою два Потому что если вы моете раз в три дня То тут вообще без вариантов Это такое подготавливающее мытье Вы наносите его на кожу головы И массирующими движениями И начинаете его вспынуть Понемножку добавляя воду На длину вообще его распускать не нужно Он очень хорошо удаляет весь стайлинг Остатки сухих шампуней Весь кожный жир Все абсорбирует в себя И при этом без состояния до скрипа Потому что до кожи головы это очень вредно Там еще гиалуроновая кислота в составе Которая увлажняет кожу головы Она будет меньше шелушиться А второй шампунь Он уже для ухода Он уже для того, чтобы больше поухаживать За кожей головы Вымыть сами волосы по длине И у меня здесь линейка Genesis Она, кстати, у меня полная А у меня еще даже есть такой бальзам Но я больше использую маску Сейчас расскажу, почему Это шампунь ванна Керастаз Мне нравится так, что они называются Шампунь ванна На самом деле я понимаю, почему Потому что для меня ванна только с пенкой А здесь очень-очень густая Сбивается пена Вот из такого количества шампуней Если вы его используете так же, как я После прешампуня Вам вообще его вот столько надо будет Потому что, по сути, голова у вас уже наполовину чистая Как я сказала, это линейка Genesis Это для ослабленных волос Которые истончаются А это как раз-таки в целом мои Название его Hydro Fortifant И он очень бережно очищает И как раз-таки разработана вся эта линейка Для того, чтобы волосы не ломались Не выпадали из-за ломкости Здесь применение, как я уже сказала, предельно простое Чуть-чуть на голову После прешампуня волосы прополоскали Отжали, нанесли на корни И добавляя воды Взбиваете, взбиваете, взбиваете В густую пену Вообще поставьте себе цель взбить максимально крутую шапку Потому что на самом деле очищает не сам шампунь Очищает его пена Пена, она как бы всасывает в себя все загрязнения И очень бережно очищает Если вы будете просто массировать шампунь Вы, по сути, будете его втирать в кожу головы Это, ну, не очень хорошо Именно добивайтесь пены Вот прям для меня это Пусовка в душе Потому что я включаю в себе музыку Начинаю взбивать и просто танцую в душе Взбили пену И просто ее распространяете на длину Таким образом смывается грязь с длины Маска Я совсем чуть-чуть использую маски После каждого мытья вместо бальзама Маска всегда более питательная Это концентрированная густая текстура Я себе формирую некий такой интенсивный курс Когда у меня было первое мытье А я наносила маску практически до корня Держала ее долго, вот прям как маску И потом с каждым мытьем Я стала потихонечку понижать зону нанесения Вот сейчас я наношу где-то уже, наверное, вот так Вот так, но поскольку у меня здесь лесенка Я еще вот эту часть промазываю маской Получается эффект очень хорошего восстановления Волос потом упругим Так же, как и в шампуне, здесь экстракт корня имбиря И клетки эдервейса, которые улучшают кровообращение Помогают сохраняться коллагену А также обладают антиоксидантными действиями Минут пяти для маски достаточно Можете подержать первый раз подольше Выгладывайте за тем, чтобы волосы у вас были влажные Чтобы маска не высыхала на них И после этого, когда уже мытье закончилось Я использую сейчас из-за этой же линейки сыворотку Большая стеклянная бутылка С очень, кстати, экономичным расходом Сначала я делала вечером, потому что думала, что может быть она помешает укладке На самом деле ничего она не помешает Вообще на волосах никак не ощущается И объему не вредит Поэтому стала носить после мытья Это такая большущая пипетка Мисс пипетка И вот примерно на голову Четыре таких пипетки По проборам чик, точечка, точечка, точечка Чуть-чуть поднажимаем Также другой пробор Чик, 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 чик То есть прям выдавливать я бы не рекомендовала Я бы рекомендовала такими точечками И после этого, это, конечно, на влажные волосы делаются Я вам просто сейчас показываю Как по проборам наносить сыворотку Чтобы она у вас максимально равномерно покрыла кожу головы И чтобы не было ощущения перегруженности Взбили, помассировали И можно в целом уже приступать к укладке Если вы это делаете вечером, можете отправляться спать Моя укладка, по сути, это высушенные волосы вниз головой Просто феном И подкрутить концы Для того, чтобы они такие ровненькие сразу были И хорошо высыхали Уже как будто бы их немножечко протянули Я использую термозащиту Которая дает разглаживающий эффект Это такой многофункциональный лосьон Для укладки blow dry Легкая-легкая такая эмульсия В ладошках растуделить И на волосы Больше внимания уделяете конца Вот прям вот здесь немножко как будто их натягиваете И больше средства что-ли попадало Именно на кончике по всей линии стрижки Он вообще не липкий Он на самом деле даже вообще не ощущается на волосах Здесь защита от температуры 230 градусов И даже при холодных достаточно Ну как холодных Типа 150 градусов Даже при такой температуре уже компоненты активируются Ну поехали Наша задача с вами Это дать чуть-чуть больше может быть вот здесь объема И прокрутить кончики И еще дополнительно разгладить Это GHD Deluxe Мой новенький любимый гаджет Это между щеткой, брашем и плойкой То есть это щетка, которая имеет вот здесь вот такие зубчики И она прогревается Вот так вот прогреваю у корня Чуть-чуть здесь натягиваю Мне надо, чтобы волос получился гладкий И поэтому я по сути ей просто причесываю И вот здесь вот очень классно для тех, у кого лесенка Это вот так вот сделать Чик И сюда подкрутить Здесь самое главное это кончики Поэтому кончиками я уделяю прям особое внимание То есть вот так ежедневная укладка у вас там займет, я не знаю, 5 минут На самом деле очень крутая альтернатива утюжку Итак, расчешем Чуть-чуть лак Средняя фиксация Я вот здесь вот люблю за ушко убирать, чтобы видно было сережку Вот так вот поджать волосы Чуть-чуть зафиксировать А здесь наоборот Я люблю, когда стоит вот этот вот уголок Лак очень легкий, он если что прям счесывается легко Он у меня такой дает подвижную легкую фиксацию Причем я даже ничего не вытягивала, я просто высушила волосы Несколько раз протянула у кончиков И все, сама классная версия Щетка супер, если вы мучаетесь с укладкой ежедневной, то это прямо масса Давайте сделаем мейк Так, у меня здесь только уход Легкий возьму тональный крем Давайте возьмем ика Forever Reboot Мягкой кисточкой нанесу На все лицо, очень легко она растушевывается И он неплохо маскирует недостатки И подсвечивает кожу Макияж мы сделаем с вами освежающий, но за счет достаточно темных оттенков У нас будет два хитовых оттенка в макияже Это Concrete Chocolate и Concrete Dark Red Такие очень густые оттенки для зимы, для осени Начнем с Chocolate Chocolate нам даст скульптуру лица, выделит глазки Мне нужен макияж не очень яркий, он мне нужен еще и быстрый Первым делом я выделю внешний уголок глаза Внешний уголок и контур Вот и чуть-чуть вытянуть к вискам Растушуем, чуть-чуть сильнее вытяну Чтобы правильно растушевать, ваша задача не растирать, а приложить и убрать Приложить и убрать Чтобы дать глазам очень быстрой выразительности, я нанесу Concrete Chocolate также под ресницы Это верхняя слизистая глаза Прямо от внутреннего уголка до внешнего И то же самое на нижний И немного на складку верхнего века, чтобы больше выразительности добавить Это все Concrete Chocolate, просто очень-очень тонко растушевывали Можем приступать к губам Я их подведу к Concrete Chocolate, но именно оттенком И как бы немножко их увеличу, чтобы губы получились чувственные Чуть-чуть дополнительно оттеню уголки губ Растрижка из 90-х, значит и мейк тоже может быть вдохновлен 90-ми Пока оставим губы, сделаем коррекцию Немножко наношу Concrete Chocolate на скулы Именно оттенок, да, очень хорошо Растушуйте его на руке или на палитре И растушевываю дополнительной кисточкой, которая наносила тон И так можно несколько раз, постепенно-постепенно добавляя и углубляя коррекцию Очень важно еще пробежаться по боковым поверхностям лба Подгородок и контур лица Еще скулы, чего уж там, еще раз пробегаюсь по глазам И вот здесь возьмем второй конкретик, это Dark Red И его возьмем совсем чуть-чуть и ботрем в углу Он такой дает эффект очень стойкого тинта, который не размажется под маской Немножко сушую контур, чтобы он получился очень-очень-очень мягким Кисточкой, которая наносила тон, наберу вот этого оттенка Dark Red И нанесу его в качестве легкого такого освежающего румянца Очень классно, кстати, сделать вот так Видите? Пока еще здесь конкрет не полностью высох, можно нанести на щечки и растушевать И добавим чуть-чуть сияния Это металлайст в оттенке шампань Он у нас пойдет на глаза и на скулы Чуть-чуть прям его совсем такой легкий тач на верхнее веко На галочку над верхней губой, сюда на подбородок и на скулы Давайте добавим бровей, я вот чуть-чуть возьму конкрет топ И нанесу его вот прямо в этот чоколад, чтобы они немножко смешались И тогда макияж будет более гармоничный Брови будут по тональности, лучше вписываться в весь макияж Заполним пустоты Причешем Ну и мне кажется достаточно Давайте прикрутим ресницы Подкрутим ресницы И прикрутим их с помощью туши Возьму хаймпак маскара, это клиник Я немножко к вискам тяну реснички Чтобы вот этот эффект лисички продолжить Осталось немножко нанести консилер Возьмем консилер лора мерсье Чик-чик-чик, сюда, сюда чуть-чуть Подтянуть уголки, может быть чуть-чуть кончик носа, чуть-чуть лоб Растушуем Здесь уголочки вытягиваем наверх, чтобы у губ был тонус Закрашиваем темные круги Отсвечиваем эту зону как бы треугольником вот так Опять же выводим к вискам, чтобы тонус был Все линии тянем сюда И зафиксируем с помощью пудры, это фейси-паудер Просто чуть-чуть на ладошку ее Небольшой кисточкой наберу И только по Т-зоне заматирую Получится эффект сияния изнутри Ну что, возвращаем волосы Видите, все на месте Здесь за ухо Здесь красиво разложить И вуаля, я готова Ухаживайте за волосами, ухаживайте за кожей Делайте классный освежащий макияж Даже несмотря на то, что маски И достаточно тревожное время Не повод забивать на себя Будьте красивы, будьте в хорошем настроении Все идет как по маслу, когда ты нравишься себе Спасибо большое за внимание И до новых встреч Всех целую, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА